Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Сан Йонг Актион, 2012 года выпуска. Дизельный двигатель 2 литра, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 82 тысячи километров. На этом автомобиле я сегодня заменю обгонную муфту или, так скажем, шкив генератора с обгонной муфтой. Начал подклинивать и начал стучать. Вот этот стук как раз идет от него. У меня есть предыдущее видео, мы меняли натяжитель, так как он развалился. Но натяжитель быстрее всего развалился как раз из-за этого шкива. Сейчас заказали шкив и будем его менять. Поднял автомобиль, снял защиту, переднюю пластиковую и защиту картера здесь была. Вот он генератор у нас. И чтобы его вытащить, я сниму вот этот патрубок, воздуховод с интеркулера. И посмотрю, надо будет, не надо, я думаю, что надо, наверное, придется снять дроссельную заслонку. А там дальше уже будем смотреть, что надо, необходимо еще снять. И заодно увидел, антифриз подтекает сверху. Патрубок, хомут, то ли ослаб, то ли лопнул, его подтяну. Опускаю автомобиль, снимаю клемму с аккумулятора и скидываю ремень. Климму минусовую скину. Пониже ее опущу, чтобы не поднялась. Ну, чтобы ремешок скинуть, сейчас подсветку поставлю, покажу. Одел ключик на 19 на натяжитель. Теперь беру либо трубку, я взял удлинитель. Одна вторая с головок. И сюда вот опускаем. Ремень можно скидывать. Вот он наш ремешок. Все, я его отпустил. Вороток снимать не буду, оставлю на месте, вместе с головкой. Потом будет удобно устанавливать. Теперь снимаю патрубок с интеркулера. Сейчас попробую по камеру поставить так, чтобы видно было. Откручиваю хомут нижний. Головочка на 7. Либо же отвертка короткая. Так, ослабил. Снимаю хомут с интеркулера. Здесь я стянул патрубок. Теперь стягиваю его снизу. Нижний патрубок тоже стянул. Выводим его наверх. Также откручу трубку щупа. Вот он у нас над генератором. Кронштейн крепится. Болт на 10 головочкой М6. Откручу и поднимаю вверх. Я закручиваю. Готов Saints. Общуп. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Я уберу. Подписывайтесь на мой канал. Я заберу его. Я уберусь. Я заберу его. Убер good. Я уберу. Подниму машину, посмотрю Болт открутил, а что-то она особо не шевелится Открутил сверху А не выдергивается он здесь То ли закис, то ли на клею сидит Боюсь ее крутить, отломать могу Поэтому будем обходиться как-то без Съема щупа Откручиваю плюсовой провод С генератора Ключик на 12 Разъем я снял Провод снял А вот теперь Буду снимать Дроссельную заслонку Хотя она на фоне щупа Она и не мешает Это если бы щуп снять Ладно Откручиваю генератор Попробуем его вывести оттуда Если не получится Тогда открутим компрессор кондиционера От двигателя Ключик на 14 Так Вот нижний болт Видно на него одета головка Головка на 15 И вот отсюда Возле этого опорного Ролика Можно подъезд Немножко его сорвать И крутить Верхний болт Он на 17 Откручиваю Сначала нижний Потом откручу верхний Все Болт подкрутил Вытаскиваю Главное Чтобы он у нас Вышел Ничего подобного Он упирается Я не знаю Что делать В данный момент Шпилька Уперлась В лонжерон Единственное Что может быть Может быть Болт на краю И Выйдет Вместе с генератором Так Сверху Болт на 17 Видно здесь Плохо Трещоточным Ключом Вот такой Короткий Трещоточный Ключ Откручиваю Его Верхний Вышел Верхний Вышел Можно Пробовать Шевельнуть Генератор Сверху Генератор Шевельнулся Вот Низ не хочет Нет Болт не хочет Выходить Попробую Сейчас Двигатель На подушке Отжать В сторону Взял трубу Упер В кронштейн Кондиционера Который Прикручивается На Поддон Вот в этом месте Здесь жесткость Наиболее Сильная Трубой Отжал И смог Сюда Вытащить Болт Что сейчас Сделаю Сниму Генератор Тогда Померю Насколько Можно укоротить Болт И я укорочу Этот болт Пробую Теперь Вытаскивать Генератор Оттуда Так Генератор С места Сошел А теперь Его Трутим Вертим Как Его Нам Вывести Не получается Крутил Вертел Упирается В диффузор Диффузор Не снять Можно Снимать Бампер Ослаблять Радиаторы Хочу Сейчас Снять Компрессор Кондиционера Не отключая Трубки 4 болта Ключик На 13 Откручиваю И Попробую Еще раз Снять Я его Все равно Сниму Как бы Это Не получилось В крайнем Случае Разберу И бампер Сниму Но пока Пытаюсь Так Кручу Открутил Компрессор Кондиционера Опустил Его вниз Верхние Болты Упираются Поэтому Остались На месте Трубки Я не трогал Приопустил Вот если бы Трубка Щупа Снялась Было бы Здорово А так Вот он Генератор Все Я его Вытащил И Обгонная Муфта Она вообще Вклинила Просто Напрочь И подшипник Поет Песни И один И второй Поэтому Генератор Наверное Увезу В переборку Но Снимать Его Геморно Еще Хочу Показать Вот болт Который Не вылазил Вот Сколько Его Тело В резьбу Входит Я его Укорочу На 7 Миллиметров Вот По резьбе На 7 Миллиметров Обрежу И уже При его Установке Я мучиться Не буду Такой Набор Для Снятия Новая обгонная мухта шкив АПД 3415 Хочу посмотреть, куда у нее резьба. Резьба обычная, стандартная, откручивается против часовой стрелки. Вот и все. А вот новая. Вперед она крутится, взад она не крутится. Вот так вращение назад прокручивается, а вперед вращает. А здесь этого нет. Вклиняла напрочь. Но еще она стучала и дергала. Вот этот стук шел от нее. Ну а генератор отвезу, отдам мастерам. Или может самому перебрать. Не, отвезу, отдам. Пускай делает. Перебрали, ребята, генератор. Работа вместе с подшипниками. Ну вот теперь видно, что муфта работает. А это муфта вклиняная. Не туда и не сюда. Маленький подшипник. 15-35 на 11. Маркировка его. 6202. Закрытый. А второй. Странно. На подшипнике нет маркировки. Ладно. Так, 17. 47 на 14. Иду устанавливаю. Я вчера еще забыл показать. Вот здесь на подрамнике. Вот такой противовес стоит. Килограмма, наверное, на 2. А, на 2. На нем прямо написано 2 килограмма. Для чего он? Не знаю. Но стоит вот здесь. Какую-то роль выполняет. Снял его тоже. Беру генератор, завожу. И вот отсюда его. И вот такими движениями вкручивания и поиска наилучшего. Входа. Заталкиваю наверх. Чтоб камеру не уронить. Я здесь буду сейчас крутиться вокруг. Ну что смогу снять, сниму. Затем. Допустим. Я пойду. И я пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Засыпал камеру песком, убираю Вот таким образом, вот как он стоит Так вот я его смог туда завести А уже там можно его крутить Добавляю Вот так вот Наживляю Нижний болт Это как раз тот болт, который я укоротил Все, зашел легко Ничего отжимать не надо Теперь наживляю верхний болт А пока мне удобно Я, наверное, сразу прикручу Провод Плюсовой на генератор Так Гайку зажал Только сейчас обратил внимание Здесь была крышечка А мне ее, ребята, не отдали Надо Сказать им об этом Одел разъем И теперь Наживляю Болт Болт наживил Затягиваем Генератор я затянул Теперь Ставлю Болты Кондиционера Верхние, чтобы они Направляющие зашли И наживляем их Вот я наживил Сейчас покажу Наживил сначала Нижние болты Буквально на три витка И вот теперь Можно Наживлять Верхние болты Уже Подшевеливать Так как Болты не снимаются Они упираются в шланги Поэтому Стоят на месте И уже их ловим Вот для этого Как раз Такие Трещоточные Коротенькие Ключи Очень удобно Один Наживил Все Оба Наживил Теперь Пододвигаем Его Он у нас Заходит Направляющий И закручиваем Кондиционер Я Прикрутил Разъем На кондиционер Отдел И так же Вот я откручивал Массу От блока Я ее К блоку Прикрутил Ставлю На место Вот этот Противовес Двухкилограммовый Сверху Болт У него Оголовка На 19 И закручиваю И закручиваю После этого Опускаю Автомобиль Сверху Закреплю Щуп И поставлю На место Ремень И воздуховод Отпустил Автомобиль Завожу Ремень И ставлю Его на место Натяжитель Ключном Натяжителе У меня Стоит Я его Не снимал Единственное У меня В данный момент Ремень Слетел С помпы Из генератора Я его Обратно Завожу На помпу И на генератор Ремень Одной рукой Держу У натяжки И Отвожу Ролик Что у меня Не получилось Ну все Проверяем Все ручейки Я и отсюда Вижу Что Гидроусилитель У нас По ручейкам Ролик Натяжителя По ручейкам Помпа У нас Обратной стороной Крутится Генератор По ручейкам Кондиционер По ручейкам И коленвал По ручейкам Все Ремень Установлен Теперь Прикручиваю Трубку Щупа Все Трубку Щупа Прикрутил Ставим Воздуховод На место Также Тот шланг Который Подтекал Антифриз Под теплообменником Еле-еле Долез Хомут Подтянулся Буквально Чуть-чуть Если дальше Будет подтекать То хомут Надо как-то Разбирать Добираться И Снимать Менять хомут Добавляем Все Верхний Хомут Одел Затягиваю Нижний Хомут Одеваю Клемму Аккумулятора И Пробуем Запускать Так Все Я Хомут Затянул Ставлю Массу Снялка Жила Пробую Заводить Затягиваю Все Этого Звука Которой Был Нет Сейчас Посмотрю Как себя Ремень Ведет Ну ничего подобного появился, а я уже обрадовался, что звука этого нету. Ну вот сейчас ремень стакать перестал, всё, натяжитель стоит спокойно, а до этого он танцевал как сумасшедший. Что за звук непонятный? Скидываешь ремень, этого звука нет. Всё-таки подозреваю, что это шкив даёт такие звуки. Ну что, остаётся экспериментировать и снимать шкив. Ну генератор стал отрабатывать нормально, натяжитель у нас хоть танцевать перестал. А то скакал и из-за этого быстрее всего натяжитель, да не быстрее всего, а он из-за этого как раз предыдущий натяжитель и развалился из-за обгонной муфты. Ну всё, ставлю защиту и ставлю колесо. На этом всё. В замену обгонной муфты генератора и попутно подшипника я закончил. Всего вам доброго! Спасибо. 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 Спасибо.